Луксорский музей Этот музей имеет хорошую подобранную коллекцию, начиная со Старого Королевства до Исламского периода. Коллекция была создана Бруклинским музеем Нью-Йорка. Бруклинский музей Один из шедевров музея – стоящая статуя Аминовиса Третьего. Она изображает короля в двойной короне и церемиальной ложной бороде. Она была найдена в луксорском тайнике. Двойная статуя 19-й династии в виде Амуна и его супруги Мут. Статуя богини Иунет – супруги бога Монту. Относится ко времени господства Аминовиса Третьего. Статуя богини Хазур, сделанная в течение господства Аминовиса Третьего. Аминов fisка Монту. П 바뀌ить его. Относится коями и надеяну. Так на communicatingаемся уехала. Статуя богини Иунет Монт. Стат Диоретическая статуя короля Харимхеба, стоящая перед сидящей фигурой Амуна, прося его защите. Диоретическая статуя представляет Харимхеба на коленях, совершая подношение сидящим богу Атуму. Она была найдена в луксорском тайнике храма. Статуя короля Тутанхамона в виде сфинкса в двойной короне. Диоретическая статуя Осирийский столб короля Сизостриса I. 12 династия Среднее Королевство. Гранитная голова статуя короля Сизостриса III. 12 династия. Стелла от времен господства королевы Хачапсут. Она показывает музыкантов и танцовщиц на большом фестивале. Тутмус III кажется вечно юным в этой статуе. Он оденет немес, королевский головной убор и уверенно марширует. Эта статуя является одной из великих работ египетского искусства Нового Королевства. Субтитры создавал DimaTorzok Вот голова Тутмуса III в короне Атеф. Новое Королевство XVIII династии. 1490 по 1436 год до н.э. Текст на статую говорит, что Помонаджа, первый в основе короля, был очень одобрен его королем. 18 династия. Конец господства Тутмаза III. 1490 по 1436 года до н.э. Окрашенный блок гравированной картины бога Амун Мина – одна из форм Амуна, объединена с Мином, богом вечного изобилия. Сцела, которая показывает ветви священного дерева – Ишет. Здесь мы видим картину бога-крокодила Собака. Великолепно он на троне с божеством под названием богина Бриза, принимая молитвы от Бия, первосвященника Собака. Статуя Аминхотепа III с богом-крокодилом Собаком. Рамзес II узурпировал эту статую и приписал ее себе. Он ударил имя Аминохиса III на лицевой стороне места Собака и добавил другие тексты с его именем на основе и на поясе короля. Эта огромная статуя была найдена в яме, которая была приготовлена для этого и заполнена водой. Бюст богини Сихмед, которой широко поклонялись течению нового королевства. Статуя писца Аминхотепа сына Хапу со времен господства короля Аминхотепа III. Он был архитектором, который построил Акусурский храм. Этот уникальный блок был в храме бога-крокодила Собака, Дахмаши, древнем Сома. Он был подарком от Меф-Нефера, казначей Амуна, картина, которую есть на стороне блока в барельефе. Голова статуи короля монотеиста Ахинатена. Эта картина, найденная в храме Карнака, относится ко времени господства Аминхотепа IV, который позже стал Ахинатеном, что подразумевает преданный богу Атону, который проживает на солнечном диске. Эта картина изображает занятия египетских рабочих, относящихся к храму и мастерской. Есть некоторые сцены короля, поклоняющиеся солнечному диску Атону, и некоторые с его женой Нефертити. Некоторые с ушабитис, служащие короля в загробной жизни из могилы Тутунхамуна. Статуя бога Амуна с лицом Тутунхамона Эта голова коровы представляет божество Тамихид, одна из форм богини Хазор, с коровью головой, из могилы Тутунхамона. Эти лодки поставлялись Тутунхамоном для его могилы. Они предназначались для транспортировки его души из его могилы Фива к Абидосу, центру поклонения Осириса, бога мертвых. Когда Тутунхамон был похоронен в его могиле, в долине королей, он был снабжен флотом приблизительно до 22 моделей судов и лодок. Гроб украшен яркими цветами. 21-й или 23-й династии, 1080-750-е года до н.э.